Хозяйничать на своей кухне Елена Дмитриевна теперь может только днём. А ночью, говорит уже и не хозяйка в собственной квартире. К 81-летней старушке повадились ходить какие-то пьяные люди. Несколько мужчин и женщин почти каждую ночь приходят к ней домой, спят, едят и воруют вещи. А началось это безобразие ровно год назад. Неизвестные открыли её входную дверь своими ключами. Как вошли о ней, я не слышала. Я только слышу после разговора, когда очнулась, лежит со мной. Кто-то думает, что кто со мной может лежать, когда я одна живу. Здесь кто-то тоже лежит. А подняться я не могу. У меня сразу произошёл испуг. И в таком ужасе бабушка живёт уже целый год. Обнаглевшие незваные гости, говорит, разломали ей кладовку и обустроили за стеной себе лежанку. А что они сделали с вашей кладовкой? Они сделали её меньше. Она была больше? Больше была. Чтобы им больше было там места. Ножки ей было можно протянуть. Пока мы искали следы самовольной реконструкции в кладовке, Елена Дмитриевна рассказала, как неизвестные люди с ножами угрожали ей расправой, пили и курили за стеной. Их голоса она слышит постоянно. А пробираются они через мусоропровод, подозревает бабушка. Там ступенечки какие-то есть. Они по ступенькам туда проникали. Она сейчас закрыта? Закрыта. Они закрылись, с той стороны закрываются. Но вот в управляющей компании уверяют, открыть мусоропровод невозможно. Давным-давно приходил сварщик и все люки заварил. Потому что это антисанитария, то есть нет надлежащего, вот такой вот сейчас у нас обслуживания этих мусоропроводов. И давно уже принято решение, сами собственники принимают решение, их просто заварили. Его невозможно открыть, чтобы кто-то там проник. Это просто нереально. В управкомпании объясняют, по просьбе пенсионерки специалисты приходили к ней домой не раз. Но посторонних обнаружить так и не удалось. Полиция правонарушителей тоже не нашла. Даже возбуждать дело отказалась. Ответ дала в духе, мол, бабушка старенькая и все ей мерещится. В ходе проверки установлено, что гражданка последнее время принимает большое количество медпрепаратов из-за болезни. На фоне этого у нее начались галлюцинации и видения. Но бабушку такой ответ полицейских откровенно оскорбил. Лекарства она принимает, потому что больное сердце и астма. А психиатрических расстройств у нее никогда не наблюдалось. Нет, нет. Вот клянусь он перед Господом Богом, да? Никогда. Слава тебе, Господи. По человеческому факту, да, честковые беседовали с представителями КТОСов. Сотрудники КТОСов знают эту женщину, как бы внимание уделяется определенное. Соседи знают, с соседями общались. То есть, как бы это чисто человеческий фактор, в обязанности, конечно, участковых это не входит. Это входит в обязанности родственников окружить вниманием и заботой родного человека, чтобы старость была не в тягость, а в радость. Кстати, Елена Дмитриевна – ребенок войны. И соответствующая общественная организация тоже могла бы взять на дней шефство. Валентина Мартынова, Илья Фомин, 6 канал.